Итак, давайте еще подытожим первый час. Итак, у Бога есть цель на вашу жизнь. Но чтобы эта цель исполнилась, нам нужно расти. А чтобы нам возрастать, мы должны быть защищенными. В Божьей любви, данной нам. Но у каждого из нас есть какие-то раны и какая-то боль. И в определенной степени каждый из нас испытывал плохое отношение со стороны мира. У каждого из нас были какие-то неудачи. И это производит незащищенность. И это является такой, как бы, открытой местностью для того, чтобы там действовал дьявол. Но Бог хочет залечить наши раны и убрать вот эту незащищенность. Чтобы у нас было больше возможности переживать то, что Он имеет для нас в наших жизнях. Чтобы у дьявола было меньше пространства для действий в наших жизнях. Я могу вам сказать из своей жизни, чем больше получал я исцеление, тем счастливее становился. Больше приходило радости и мира. Невозможно купить мир и радость. Я могу пройти всю жизнь и не иметь из этого ничего. Но если я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду. В смысле, могу ничего не иметь, но если у меня есть радость и мир, то у меня отличная жизнь. И в свои годы у меня были времена, когда я получал материальные благословения. Но знаете, что я узнал и что понял? Это то, что вещи, которыми я по-настоящему наслаждаюсь, они очень простые. Хорошая чашка кофе, например. Очень простые вещи в жизни. Они приносят мне наибольшую радость и удовольствие. Есть песня, где говорится, что я нашел золото при рассвете. И я нахожу золото в рассвете и серебро в звездах. И это большая ложь, что материальные вещи делают вас счастливыми. Неправда, они не делают счастливыми. Я был возможность несколько лет назад сидеть с некоторыми людьми, которые были миллионерами. Не миллионерами, а миллионерами. Я был рядом с миллиардером. А у меня очень такое прошлое, разбитое. Когда мне было 19-20, я чувствовал себя настолько незащищенным, что когда разговаривал с кем-то и чувствовал, что я не нравлюсь человеку, то я мог остановиться и просто уйти. Я был тогда в обществе верующих, и кто-то спросил меня, к чем ты чувствуешь твое призвание? И я сказал, что я чувствую, что мое призвание было быть учителем Библии. И мне сказали, слушай, может, подумаешь, что-то другое делать. Потому что так я выглядел для них тогда. Вы помните, что я вам сказал раньше? То, как вы выглядите сейчас, это не то, кем вы есть на самом деле. И что же Бог начинает делать? Он начинает говорить с нами. И Он начинает звать нас. И Он начинает называть нас немножко по-другому, чем мы себя видим. Вот помните историю о Гидеоне в Библии? Бог обращается и говорит, ты великий муж. А Он говорит, кто я? Это не было ложное смирение. Это была правда. Он на себя совсем по-другому просто смотрел. И мы поговорим об этом еще позже. Но когда Бог показывает вам, кто вы есть, это получается, что идет вразрез с тем, как вы о себе чувствуете. И когда я вас спрошу, кто вы есть, вы должны понимать две вещи. Что здесь два направления. Это первое, как вы о себе думаете, и как вы себя чувствуете. Например, мы сейчас можем сказать все, какой Божий характер. Одна из вещей, которую мы можем сказать, что Бог добрый. Все согласны, что Бог добрый. Но когда происходят плохие вещи, то, что мы думаем и то, как мы чувствуем, может быть совсем разное. И когда что-то плохое происходит, то из-за того, что я чувствую себя незащищенным, то я уже не думаю, не чувствую, что Бог добрый. Но если я защищен в своих отношениях, я могу согласиться, что Бог добрый. Как птичка ходит. Те, кто смотрят видео, такое впечатление, что тут птицы ходят. Добро пожаловать. И я вот однажды сидел за столом с этими обеспеченными людьми. И один человек, который отвечал за организацию этой конференции, он пригласил меня и сказал, не хочешь ли ты с нами сегодня прийти пообедать? Это было в отдельной комнате. И некоторые люди были миллиардерами, одни из самых богатых людей в Соединенных Штатах. И, ну, мы ели. И я подумал, что я здесь делаю? И в конце уже вот этого обеда, ответственный за эту конференцию, сказал, взял слово и сказал, что я хочу, чтобы, указывая на меня, сказал, я хочу, чтобы этот человек рассказал свою историю. И я с ним уже просто общался до этого, и он знал истории моей жизни. И я им рассказал свою историю. И знаете, что эти люди сказали? Мы никогда не встречали такого, как ты раньше. Мы прожили свою жизнь, защищаясь, ограждая себя от других людей. Потому что все хотят наших денег. И поэтому они построили, выстроили вот эти стены вокруг себя. И поэтому они не встречались с людьми, как я. И они, как бы, все номинально были христианами. Но они никогда не встречали людей, которые живут с Богом, ходят с Богом, и в жизни которых Бог действует. Они просто ходили на религиозные службы в церкви. Знаете, вот это вот к Второму Иерусалимскому Собору? Ну, это как бы воссоединение иудейской и языческой церкви. И я поехал на конференцию в Вену около 10-12 лет тому назад. И были лидеры иудейских церквей, и общин, и церквей языческих. Это было хорошо и интересно. Но я подумал, что я здесь делаю? У меня нет ничего, с чем бы я мог бы поделиться с этой группой. И в определенные моменты тогда я чувствовал незащищенность. Я как бы не в одной струе с этими людьми. И я молился об этом. И спрашивал, Боже, для чего я здесь? И я молился, и на следующее утро, когда проснулся, почувствовал, что должен открыть Библию. И обычно я так не делаю. Просто открыл Библию и читаю, что там, на чем открыл. Но в этот день я почувствовал в молитве, что просто открой и читай. И я открыл книгу Деяний и читал историю, когда Павел был обращен. Он едет на лошади, на пути в Дамаск. Он встречается с Яшуа, слепнет. И мы читаем, что потом он постился несколько дней. И потом мы читаем об ученике, которому было сказано пойти, возложить на него руки, помолиться, что он мог найти Савла в Дамаске, на улице, называемой Прямой. И когда я дошел до вот этих строк, где написано, что улица, называемая Прямой, такое впечатление, что вот это место, оно как бы предстало прямо передо мной. Вы читали когда-нибудь Библию так, что вот вы останавливаетесь на каком-то месте, и вот это вот, вы понимаете, что это вот именно живое сейчас для вас. Кто это переживал? Переживали это, да? И улица, называемая Прямой, что это значит? И я молюсь и спрашиваю, Боже, почему я на этой конференции? И Бог мне говорит, улица, называемая Прямой. И что с этим делать? И я говорю жене, слушай, у меня такое слово пришло, улица, называемая Прямой. И у нас с женой уже есть опыт, что иногда Бог говорит какие-то вещи, которые мы сначала не понимаем. Запишите это себе. Иногда Бог будет говорить вам определенные вещи, и вы не будете знать, о чем это речь. Вот в чем наша проблема. Мы ожидаем объяснение от Бога. И вот почему нам дана книга Иова. И во всей книге мы понимаем, что Бог говорит, я не даю объяснений. Он говорит Иову, ты не получишь объяснений. И Бог задал Иову вопрос. И когда я измерял расстояние между звездами, ты советовал мне? И Иов говорит, о нет, я смиряюсь, смиряюсь. Я хотя бы одну вещь могу вас научить за эту неделю. И я обещаю, что это вам поможет. Это что-то особенное. Не ждите, что Бог все будет объяснять. Если вы хотите знать, подождите, когда попадете на небеса, и тогда все узнаете. Многие вещи, которые я понял в своей жизни, на это ушли годы. И я, когда оборачиваюсь назад, я смотрю, о, Боже, теперь я понимаю, почему ты это делаешь. И тот тест, который проходил Иов, заключался в том, будет ли он доверять Божьему характеру. И так, тем утром мы должны были идти на конференцию. И где-то занимала поездка на автобусе 5-10 минут. А пешком где-то полчаса. Я люблю гулять. Я люблю города, я люблю смотреть на людей, свежим воздухом дышать. Прошлую неделю провел уча в Берлине. И мне понравилось гулять по Берлину. Очень молодой город. Много художников. Много такого ненормального какого-то явления. Но я не согласен со всеми выражениями, как выражают себя художники некоторые. Но мне нравится посмотреть. И я сказал своей жене, давай пройдемся на конференцию. Ну, тяжело просто это самое, концентрироваться. Я не злюсь, все нормально. А другая пара, они жили напротив нас, они спросили, а можем с вами прогуляться? Мы сказали, ну да, давайте вместе прогуляем. Мы встретились у дверей. И что произошло, когда мы встретились? И там стоял еще один мужчина. Он сказал, а можно я с вами тоже прогуляюсь? И я сказал, да, давайте все вместе пройдемся. И мы идем, и я спрашиваю, вы откуда? А он сказал, я из Сирии. И я спросил, а что вы там делаете? И он сказал, я христианин, но я член парламента. И он говорит, у меня христианский магазин. И, ну, вы понимаете, что для Сирии, арабской страны, это очень необычный христианский магазин. И кое-что происходит в моем разуме. А я спрашиваю, а ваш магазин в Дамаске? Он говорит, ну да, в Дамаске. А я спрашиваю, а ваш магазин случайно не на улице, которая называется «Прямой»? Он говорит, да, откуда вы знали? Понимаете, чему я вас пытаюсь научить? Бог не всегда дает сразу объяснение того, что Он делает. Если вы доверяете свое сердце Богу, вы доверяете Божьей воле. Вам стоит доверять Его способности менять обстоятельства, если они действительно должны быть изменены. Это то, что произошло с Иосифом. Палмы 105, verse 19. Палмы 105, verse 19. What is it written there? It says, until the time that the word to Joseph came to pass, the word of the Lord tested him. Ага, написано, что, ну это об Иосифе 104, verse 19. Псалом 104, verse 19. Доколе исполнилось Слово Его, Слово Господне испытало Его. Видите, это то, что произошло с Иосифом. Вещи с ним происходили, которые он не мог понять. И год за годом, и за годом, и за годом. Он не понимает, почему я страдаю. Но Библия говорит, что вот в чем причина. Потому что Слово Божье, данное ему, принесло испытания. И испытало Его. И так как Он прошел это испытание, Бог все сделал вот таким образом для Иосифа. Итак, если вы хотите испытывать, что Бог имеет для вас, вам нужно распознавать, когда приходят испытания в вашу жизнь. Иначе вы будете сами справляться с обстоятельствами или подстраивать под себя. Или же вы тогда просто будете делать так, чтобы жизнь была так, как вам нужно. Итак, нам нужно познавать Божьи пути. Я учу о том, как Бог думает. Как Он может действовать в ваших жизнях. И когда вы можете распознать тесты или испытания, которые приходят в вашей жизни, вам легче, тогда отвечать на них и реагировать на них. У всех есть Библия сегодня? Я хочу, чтобы вы кое-что прочли. Если возможно, посмотрите с другим. Итак, это Ефесянам 2. Если вы не можете, поделитесь друг с другом. Ефесянам 2, с 4 по 10 стих. Просмотрите сначала. Ефесянам 2, с 4 по 10 стих. Сначала посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Посмотрите на седьмой стих. Говорится, что в грядущих веках Бог хочет показать нам преизобильное богатство благодати, которое имеет к нам. Вы можете сейчас, каждый, скажите свою доброту ко мне. Скажите. Его доброта ко мне. Скажите. Иногда тяжело сказать, правда? Скажите еще раз. И во всем, что Он будет делать в грядущем веке, Бог хочет показать доброту свою к вам. И в этом мире мы испытываем очень много боли. Очень много... Мы живем в падшем мире. В сломанном мире. Мы говорим друг другу вещи, которые приносят боль. И если у нас есть раны или боль, то когда кто-то говорит что-то обидное, то мы сразу реагируем на это. Но что Бог хочет сделать, Он хочет исцелить вот эту вот незащищенность. Исцелить эти раны. И иначе мы не можем пережить то, что Бог приготовил для нас. Позвольте дать вам пример Писания. Царь Саул. Что с ним произошло? Он был очень незащищенным лидером. И постоянно его эта незащищенность заставляла его падать. И я хочу вам сейчас зачитать. Хорошо, hold on. С 13, 14, 15. С 13, 13 главы по 15 главу. Окей, then tomorrow, when we come back, I want you to tell me, where do you see insecurity in King Saul? Прочтете это дома, и завтра поговорим о том, в чем была незащищенность Саула. И вы увидите где-то 8-10 раз, когда вот эта вот незащищенность проявляется в его жизни. И он принимает очень невероятные и ужасные решения. И эти решения, за ними следуют последствия. И каков результат? Саул так и не испытал всего, что Бог приготовил для него. И мы с вами такие же. Если мы не позволяем Богу исцелять всю нашу вот эту незащищенность, Эта незащищенность заставит нас принимать неправильные или плохие решения. Если мне больно, то я не хочу, чтобы мне люди рассказывали, что мне делать. А тем более исправлять меня. Знаете, как заставить человека покинуть церковь? Коррекция. Начинайте их исправлять. Лицо краснеет, когда начинаешь кого-то исправлять, надуваться. Начинается злым. Кто ты такой, чтобы мне говорить, что мне делать? Ты тоже не идеален. Если мы чувствуем себя незащищенным, это подпитывает нашу гордость. И в следующий день мы поговорим о гордости и смирении. И незащищенность заставляет принимать неправильные или плохие решения. Если вы хотите быть в церкви определенной, но начинает вас исправлять, то вы говорите, все, я ухожу. И вы лишаетесь самых лучших вещей, которые Бог приготовил для вас. Вы видите, как легко, на самом деле, дьяволу иногда удается украсть то, что для вас имеется? Но проблема-то не в дьяволе. Проблема в вас. Все скажите, я проблема. Скажите, я проблема. Нет, не большая проблема, а я проблема просто. Но нам нужно быть защищенными в понимании, что Бог любит нас. И нам стоит знать, в чем наши проблемы. Помните, что я говорил до этого, что вы не можете измениться, пока не увидите истину. Но если вы будете меняться, то вы должны быть готовыми к тому, что Бог будет показывать неприятные и уродливые вещи в вас и в ваших жизнях. Но если вы не чувствуете, что Бог вас любит, и вы не защищены в этом. Посмотрите на историю о Сауле. Когда его ошибки показаны ему, он пытается их покрыть. Потому что нельзя, чтобы его видели, что он делает неправильные вещи. Но нормально ошибаться, поймите. Вы никогда не сможете вырасти, если не будете совершать ошибок. Чем больше вы делаете в жизни, тем больше ошибок у вас будет. Но так мы учимся. Ешуа сказал Петру, что сегодня ты меня предашь. Он даже не молился ведь за него, чтобы тот не предал его. Интересно, правда? Но Ешуа молился о том, что когда Петр совершит ошибку, что все равно, чтобы он, пока обратившись, смог бы потом укрепить своих братьев. Итак, если вы не чувствуете себя защищенными в любви Божьей, вы не сможете заглянуть и встретиться с тем уродством, которое есть у вас. А если вы не увидите те мерзости в вас, то вы не сможете измениться. Но Бог показывает все негативно не для того, чтобы наказывать нас, но чтобы изменять нас. Вы слышите, что я говорю? Чем больше вы чувствуете Его любовь и защищенность Его любви, тем больше вы можете глубже понять и быстрее можете разобраться с вашей грешностью. И тем больше Он может менять вас. В 1975 году Ешуа мне дал откровение. Это было во время поклонения. И я вошел в такое состояние, как транса. Но это единственный раз, когда у меня такое произошло, искупление такое. Мне было 18. Мне сейчас 55. И было поклонение, прославление, и резко я просто перестал контролировать себя. И я подумал, что со мной происходит. И я подумал, что самое важное, что сейчас прославляет Иисуса. И это было помещение, где присутствовало еще около тысячи человек. И все, что я могу сказать, что я покинул свое тело. И Ишуа стоял передо мной. И когда я его увидел, я кое-что понял. Что когда говорится, что Бог есть любовь, это не значит, что просто у Него очень много любви. Но это значит, что Он Сам есть любовь. И то, что я переживал, это то, что даже от Его стоп исходит любовь. Потому что Бог есть любовь. И следующее, что произошло, а происходило все очень быстро, что все, что было во мне, оно открылось. Все мои мысли. То, кем я есть. И я увидел очень много мерзости там. Но в то же самое время, любовь никогда не изменяется. Вот так Бог меняет нас. Библия говорит, что мы видим Бога, как в зеркале. И Библия говорит, что мы изменяемся от славы в славу. Так, как мы видим Бога. И нам нужно откровение о Ишуа. И когда мы читаем Библию и ходим с Богом, то у нас есть откровение о Ишуа. И Ишуа говорит, что тот, кто соблюдает Мое Слово, я и Отец, мы откроемся Ему. Понимаете, Бог любит вас. Он очень добр к вам. Он милостив к вам. Он хочет самого лучшего для вас. И нам нужно приходить в эту защищенность, в том, что Он любит нас. Иначе, когда Он начнет нас исправлять, мы начнем пытаться покрывать это. Мы начнем извиняться. Мы будем убегать. Потому что, если вы испытывали в своей жизни, что люди отворачивались от вас, и вы падали или терпели неудачи, то эмоционально мы переживаем то, что когда мы терпим неудачи, Бог отворачивается от нас. И нам стыдно от этого. И потом дьявол дает вам такое имя стыда. И он начинает вам свистеть. И говорит, эй, ты, и называет вас таким каким-то именем обидным. И вы начинаете, кто я? И он говорит, вот ты сделал то, и то, и то. Ты потерпел неудачу вот так, вот так, и вот там. И человек начинает говорить, да, да. Боже, извини, извини. Но это не Бог. Это дьявол. Он приносит только стыд и обвинения. Ты просто ужасен. Да, Боже, я знаю. Ты не заслуживаешь хороших вещей. Да, я знаю, Боже, я возьму свое наказание. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Дьявол приносит стыд вам. И он как бы прилепляет вот этот стыд к вашей личности. Он прилепляет стыд к вашей личности. И потом он говорит, вот кто ты есть. И мы говорим, да, это правда. И мы становимся заключенными. А что Бог делает? Бог показывает нам наши неудачи. Наши ошибки, но приводит к нас разрешение этого. Он приводит нас к ответу. Он хочет помочь нам с этим. Не чтобы мы только переживали стыд и еще больше стыда. И в Библии приводится пример и параллель такая, что когда Бог выводит все эти мерзости на свет, то это параллельно тому, как делается золото. Бог производит огонь. Какой символ огня? Это испытания. Сложности. И так сложности и испытания приходят в нашу жизнь. И это как бы прообраз в том, как делают золото, что когда золото проходит через огонь, то вся нечистота, она испаряется. И они снимаются обычно все вот эти примеси от золота, которые наверху расплавлены. И что же происходит в наших жизнях? Бог дает испытания. И плохие вещи всплывают. Мы ошибаемся, делаем что-то неправильно. Мы говорим то, что могли не говорить, не должны были говорить. Нормальное человеческое состояние. И мы говорим, ну, если бы не было огня, то я бы этого не сказал. И в миру обычно говорят, о, да, 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 сейчас огонь, у тебя испытания. Ничего страшного, успокойся. Но вот этот огонь или вот это испытание, это не проблема. Огонь — это на добро. Потому что когда мы чувствуем защищенными в Божьей любви, послушайте, вот таким образом вы меняетесь. Когда всплывают плохие вещи, мы говорим, да, Боже, это истина. Я признаю, что я неправ. Прости меня и очисти меня. И мы знаем, что Он все равно любит нас. И что Бог делает, Он подходит к корню дерева. И мы будем говорить об этом в последующие дни. Потому что что мы обычно делаем, это мы концентрируемся на характере. Но Бог идет дальше, Он смотрит на те вещи, которыми вызван этот характер. Бог хочет, чтобы мы изнутри менялись, и эти изменения видны были снаружи. А религия меняет людей снаружи. То есть такое изменение характера снаружи. Вот список того, что нужно делать. Вот, сделай список вещей, и будешь тогда изменен. И что происходит, люди, которые ходят в церковь, они каждую неделю, например, узнают, что им еще нужно делать. И вот эта тяжесть, она становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вы иногда переживали такое, что чем больше узнаете, тем тяжелее становится? Потому что это исходит из вот такого подхода, что, чтобы было лучше, нужно больше читать Библию, больше молиться, больше то, больше это. Но Ишуа сказал, что мое бремя, оно легкое. Что мое бремя, оно не тяжелое. Ишуа не приходит и говорит, что должен делать и больше, и больше, и больше. Но Он освобождает нас изнутри. Он меняет нас изнутри. И чтобы вести людей, нужно менять их изнутри. и понимать, что они могут совершать ошибки. Они будут совершать ошибки. Они будут совершать плохие дела. Но мы должны безусловно любить людей. И когда я отвечаю за каких-то людей, я говорю, что я понимаю и ожидаю, что вы ошибетесь. И потому что, когда у вас, вы не будете ошибаться, это будет означать, что вы ничего не делаете. Чем больше вы совершаете, тем больше ошибок у вас. Но эти ошибки, они не смертельны. Вы учитесь от этого. Когда люди ошибаются, я прихожу и сажусь рядом. И я не обвиняю их и не стыжу их. Но говорю, какой урок мы можем из этого извлечь? Как бы ты сделал это по-другому в следующий раз. Отлично. Молодец. Давай по домам. Перерыв.